Здравствуйте, ребята! Тема урока «Особенности экономического развития Казахстана в XX веке». Сегодня на уроке мы обобщим знания о факторах, определивших направление социально-экономического развития Казахстана в XX веке, а также оценим потенциальные возможности развития экономики Республики Казахстан. Ребята, мы продолжим повторение пройденного материала, а также закрепим знания по основным темам первого раздела «Цивилизация и особенности развития». Используя иллюстрацию, ответьте на вопрос, чем был вызван кризис традиционного хозяйства казахов в начале XX века. В начале XX века жизнь казахской степи заметно осложнилась. Казахстан стал сырьевой базой и рынком сбыта для продукции российской экономики и местом крестьянской колонизации. Крестьянская колонизация края задерживала развитие производительных сил, разрушала традиционное хозяйство казахов и социальную структуру общества. К 1917 году степняки потеряли 45 миллионов десятин земли, уменьшилась численность домашнего скота, заметно упало благосостояние коренных жителей степи. Значительная часть наиболее плодородных земель оказалась в руках казачества, зажиточного переселенческого крестьянства. Поэтому на Первом Всеказахском съезде в городе Оренбурге в июле 1917 года делегаты-представители практически всех областей края выработали общую позицию в решении накопившихся проблем в жизни аула. Например, в проекте программы «Партия Алаш», опубликованном в ноябре 1917 года в газете «Казах», также были подняты проблемы срочного поземельного устройства степняков. Пока киргизы не получат земельную долю в населенных ими местах и не обустроятся, крестьяне-переселенцы не должны пребывать. Ввиду того, что существовала угроза утери казахами своих исконных земель в ходе начавшейся их купли-продажи, программа «Партия Алаш» предусматривала запрет на этот вид сделок. Определим положительные и отрицательные стороны развития промышленности и торговли Казахстана в начале XX века. Отрицательные стороны. Сырьевая направленность экономики, эксплуатация природных богатств иностранными компаниями, большинство предприятий по численности рабочих оставались мелкими, технически маломощными, низкая квалификация рабочих среди коренных жителей и отсутствие передовых технологий. Положительные стороны. Рост промышленного производства. Российский капитал достиг самых отдаленных районов. Расширение товарно-денежных связей между регионами, а также развитие ярмарочной торговли, строительство железных дорог, рост удельного веса рабочих среди коренных жителей. Задание – логический ряд. Из ниже перечисленного ряда терминов найдите лишний. Относится к другому временному периоду, характеризует другие исторические явления. С приходом к власти большевиков началась национализация экономики и переход к плановой социалистической экономике. Во время Гражданской войны большевики проводили политику военного коммунизма, так называлась экономическая политика большевиков. И для политики военного коммунизма характерны продоразверстка, трудовая повинность, национализация, уравнительная плата труда, централизация, управление. Таким образом, понятие «частная торговля» здесь является лишним, то есть она присуща НЭПу. Следующее задание. Установите соответствие между понятиями и их характеристиками. Таким образом, НЭП – это экономическая политика, проводившаяся в Советской России, начиная с 2021 года, направленная на восстановление народного хозяйства. Продоразверстка – обязательная сдача государству подвергным ценам всех излишков, сверхустановленных норм на личные и хозяйственные нужды хлеба и других продуктов. Продовольственные отряды, продотряды из рабочих и беднейших крестьян, создававшиеся в период установления советской власти и гражданской войны в 1918-1920 годах для заготовки хлеба и продовольствия. Военный коммунизм, комплекс беззвучайных мер управления государством в период войны и, наконец, продналог, установленный государством, обязательный платеж взимаемых с крестьянских хозяйств. Установите хронологическую последовательность событий. Проверим себя. Первое – Столыпинская аграрная реформа. Второе – политика военного коммунизма. Третье – новая экономическая политика. Четвертое – индустриализация. И пятое – коллективизация. В 1925-1933 годах первым руководителем Казахстана был Филипп Исаевич Голощокин. «Разительных успехов мы достигли в сельском хозяйстве. Произведено очень резкое изменение в сторону исключительного превалирования социалистического земледелия и животноводства. Провели и проводим оседания казахского населения. Мы входим во вторую пятилетку укрепленными. Мы путь нашли», – так писал Голощокин в январе 1933 года. О каком историческом процессе идет речь? Каковы его экономические посредства для Казахстана? Речь идет о коллективизации, которая началась в 1927 году после 15-го съезда ВКПБ. И связана она с именем Филиппа Исаевича Голощокина, который был руководителем республики с 1925 по 1933 годы. Последствия коллективизации в Казахстане. Первое. Седентаризация, оседание кочевых и полукочевых хозяйств. Массовый голод 1931-1932 годов. Число погибших – около 2 миллионов человек. А также снижение удельного веса коренных жителей. Сокращение численности скота, если в 1929 году было около 40,5 миллионов голов, то в 1933 году – 4,5 миллиона голов. Обобщим знания по теме экономическое развитие Казахстана в послевоенные годы. Приведите в соответствие дату и события. Итак, проверим себя. В 1942 году открытие джиздинского марганцевого рудника. В 1947 году выпустил свою первую продукцию Ось-Каменогорский свинцово-цинковый завод. В 1949 году произошел первый ядерный взрыв на Семипалатинском ядерном полигоне. В 1950 году были построены гидроэлектростанции Кульсаре, Бухтарма, Алмата. И в 1954 году принято решение об освоении целины. Следующее задание – работа с картой. Укажите, в каких областях Казахстана проводилось освоение целиных земель. Целина – общее название слабоосвоенных земель в Казахстане, по Волжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Целина проводилась в Тургайской, Костанайской, Североказахстанской, Кокчетавской, Павлодарской и Акмолинской областях. Итак, мы переходим к повторению темы «Казахстан в эпоху застоя». Так назывался период в СССР, охвативший два с небольшим десятилетия. Так называемый период развитого социализма. С помощью пест-анализа охарактеризуйте особенности развития Казахстана в эпоху застоя политическую сторону, экономическую, социальную и техническую. Проверим себя. Итак, политическая сторона. Возврат к скрытому сталинизму. В Конституции 1978 года Казахская ССР провозглашена концепция развитого социализма и закреплена руководящая роль КПСС. Статья 6. Экономическая – сырьевая направленность экономики Казахстана, развитие тяжелой и оборонной промышленности, дефицит товаров широкого потребления, социальный рост алкоголизма, коррупции и взяточничества, дедовщина в армии, диссидентство, техническая сторона, передовые технологии в сфере военно-промышленного комплекса были засекречены и не использовались в гражданском производстве. Экстенсивная экономика, командно-административная система к концу 80-х годов исчерпали себя, и обществу нужны были коренные изменения. Началась перестройка, и вводились хозрасчеты, кооперативы, создавались малые предприятия, вводилась самоокупаемость. И функционирование механизмов плановой социалистической экономики препятствовало развитию рыночных отношений, которые хорошо развивались только после обретения независимости. Сделайте свод-анализ развития экономики Республики Казахстан с 1997 года по настоящее время. Сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Сильные стороны. Наличие огромных запасов полезных ископаемых, развитие малого предпринимательства, высококвалифицированные специалисты, развитие банковской сферы, рост промышленного производства. Слабые стороны. Зависимость от мировых цен на энергоносители. Медленное внедрение инновационных технологий. 4,5 экспорта составляет сырье. Из-за снижения цен на нефть снижение уровня доходов населения. Возможности. Вступление в ИТО. Выход на мировой рынок. Появление конкурентоспособных предприятий. Доступность более качественных товаров и услуг. Дополнительные иностранные инвестиции. Вхождение в число 30 развитых стран мира. Угрозы. Проблемы в обрабатывающей промышленности из-за низкой конкурентоспособности ее отраслей. Определенные ограничения в государственном стимулировании развития отечественного производства и малого бизнеса. Рост технологических загрязнений и промышленных отходов. Отток потенциальных специалистов за пределы Казахстана. Итак, подведем итог урока. На протяжении 20-го столетия экономика и традиционное хозяйство казахов подвергались глубоким изменениям. Народу пришлось пережить и царский колониализм, и советский социализм. После распада СССР Казахстан встал на путь рыночной экономики. За годы независимости страна добилась значительных достижений в экономическом и духовно-культурном развитии. На этом наш итоговый урок подошел к концу. До свидания, ребята!